всем привет прямой эфир fashion фактуры с новая коллекция им вас сейчас буду показывать один из самых любимых дизайнов с применением технологии когда вы берете краску без липкости и делаете с ней плоскостные но в то же время визуально фактурные дизайны всем привет привет кто кстати сейчас был на эфире у насти чугубеевой на имя фиша ворд по базам новым новой формуле цветных баз это эйсбейс козырный туз твоем рукаве переходится по-другому с эти партия не очень большая была закуплена этих эйсбейс потому что всегда новые продукты и сырье для новых продуктов закупаются небольшим количеством чтобы посмотреть на продажи на обратную связь вот поэтому кто еще не успел закупить новые эйсбейс то что в ростове уже на складе их практически не осталось в основном сейчас есть по регионам вот поэтому спрашивать обязательно как я сейчас переключу налог как звук поставьте плюсики что всегда переживаю что когда я переключаюсь со страницы на страницу в инстаграм звук сразу там резко все покинули чудовищу эфир не закончила вести так еще раз прямой эфир по дизайну сейчас будем с вами рисовать сегодня прям будем рисовать и дизайны для бизнес леди такие это мой любимый дизайн он наверное самый популярный у нас в ме вот сколько имя существует сколько существует технологии вот фэшн фактура мы их еще называем почему фэшн фактуры называется но как правило мы дизайны делаем под брендовые сумочки под брендовые аксессуары то что вот фэшн мода то что связано с модой и как-то так повелось что мы называем фэшн фактура сейчас я покажу поближе виснет виснет пишет плюсики не ну все плюсики у кого зависла значит у вас плохой интернет поехали ну я заранее дизайны не делала вот что я заметила я когда заранее дело мне потом скучно на эфире делать так смотрим коробочку смотрите какая она милая милая малюсенькая м паста limited edition как всегда им пасты выпускается очень небольшой партии ну потому что как правило сейчас очень мало рисующих мастеров эта краска без липкости но это не значит что ее можно наваливать понимаете визуального сейчас кажется что она очень толстая нанесена на самом деле она плоско лежит я сейчас покажу как можно делать объем если хочется но запомните м пасту нужно обязательно наносить в тонкий рисовальный слой потому что все таки эта краска она очень пигментированная пусть она без остаточной липкости но она очень пигментированной соответственно если вы ее будете наливать килограмм она вас просто не высохнет знаете такой получается эффект сверху высохла а внутри так ногтем надавливаешь она лопается там жидкая краска или второй вариант она высохла из нее такие-то пузырьки торчат что-то торчит такое засохшее тоже это бывает потому что толстовато нанесли значит им паста она только для дизайна еще раз напомню на только для дизайна для китайской росписи просто для рисунков классно и ее для покрытия как правило не используют к этой коллекции им пасты у нас есть цвета нельзя сказать что прям один в один но очень подходит коллекция эгоизм смотрите эгоизм идеально подошла не все оттенки я просто когда колеровала но я примерно пыталась попасть в цвет вот видите очень похоже вот как раз видно что для розовой им пасты сейчас можете прям себе даже сфотографировать давайте сейчас положу и вы себе сфотографируйте сделайте скриншот и мы приступаем к росписи с вами видите красный он в этой коллекции он такой не совсем красный такой слегка розовый красный так вот фиолетовая делала просто фиолетовую им пасту хотя цвет брала как основу вот перламутровый но он когда видите он когда под матовым топом очень хорошо смотрится хорошо так бежевый паста бежевая тоже чуть-чуть отличается все таки от гирлака 345 но все равно подходит хорошо дружат блин коричневой ложечки а вот так мой любимый цвет он месяц кстати на ногах так фотографирую так все сделали скриншот так все сделали скриншот понятно что вы можете фон для рисунка если делать именно в стиле фэшн фактуры вот такую крокодиловую кожу лаковую кожу можете цвет подобрать любой смотрите если посидеть постараться поколировать гель-лаки краски можно фон подобрать любой но чтоб например если вы знаете что у вас есть новая коллекция осень-зима эгоизм то вот пожалуйста можно не париться берете эти цвета и под них подходят оттенки импаст из новой коллекции валер можешь проверить какое у меня качество видео так поехали первый вариант мне очень хотелось сделать замочка голя замочки они у нас есть наличие сейчас они у нас есть базовом ассортименте эти замочки раньше у нас были принеси мне каталог чтоб я номера смотрела четко она темновато а вот так так я сейчас думаю ну и золотой наверное замочек возьму смотрите я сейчас примерно примерила и буду наносить гель-лак я сначала замочек клеить не буду так замочки молнии называется это номер 170 а слушая может фильтр не отключила а сейчас валер молнии это номер 170 у нас раньше были другие молнии это сейчас новые молнии они у нас идут в базовом ассортименте и они не нравятся больше чем предыдущие так начнем с розового мой любимый цвет out of control номер 340 примерно прикинула как мне нужно будет сейчас гель-лак наносить так конечно один в один прям не получится подстроиться под молнию можно наоборот молнию приклеить а потом гель-лаком заполнять мне нравится когда сверху в принципе можно в один слой сделать покрытие почему потому что сейчас будет фактура идти да и за фактура и оттенок как у меня гель-лак нанесен особо будет не читаться поэтому нанесем в один слой сушим приготовили теклас теклас я нанесу сейчас только в зону где мне нужно замочек приклеить я не буду на весь ноготь наносить потому что потом не нужно будет наносить матовый топ вот матовые топ и неважно какой фирмы они они плохо стоят на топе без остаточной липкости вот у меня например нормально стоит да ну потому что я дома как правило особо ничего не делаю если у клиента идет большая нагрузка то лучше исключить чтобы на теклас ложился топ матовый в этом случае нужно теклас потом мат топ слайдер либо любой другой топ с липкостью а потом только матовый топ вот так чтобы сейчас топ слайдер лишний слой не наносить я нанесу теклас только в то место где мне нужно будет наклеить шарми кончик он буквально вот в этом месте нанесу видите не на весь ноготь наношу видно нанесла только в том месте где нужно все сушу две минуты очень важно под шарми кон и теклас сушить ровно две минуты многие считают что теклас только для дизайна чтобы приклеивать шарми кон и чтобы делать втирки пигментами но теклас также можно использовать как обыкновенный финиш без остаточной липкости как финальное покрытие но будьте внимательны его нужно сушить минимум две-три минуты вот и если вы видите что он у вас быстро зацарапывается то скорее всего уже просто лампы лет лампы сушат но вот идеально соков топ не просыхает до конца он тогда становится более резиновым хотя при этом блестит но начинает быстро зацарапываться поэтому когда используете его как финиш его нужно прям пересушивать и смотреть чтобы лампы были хорошего качества вот я сейчас просушила одну минуту нажала еще одну чтобы прям вот ровно было две минуты потому что когда поверхность пересушена у текласа она тогда становится такая классная для приклеивания шармиконов что они просто прям впечатываются захочется переклеить вы не переклеить и ну будьте осторожны сразу не приклеивайте сначала прям настройки смотрите он такой тоненький мягкий что вот у меня изгиб здесь был один а я наклеила потому изгибу как мне надо все и прям надо прижать хорошо все и теперь я спокойно перекрываю матовым топом и дальше начинаю рисовать начинаю рисовать импастой импаста по-другому еще можно сказать это краска без липкости а так как она без липкости то конечно ее классно можно использовать сверху финиша и особенно если это финиш был матовый потому что когда матовая поверхность окраска глянцевая получается очень красивый эффект получается если мы использовали цвет гель-лака номер 340 до то к нему я получается беру пару номер близ название близ еще раз напомню можно брать любой другой цвет розового просто постарайтесь чтобы он максимально близкий по тону и по цвету компасти тогда получается очень красивая лаковая кожа кисточка я буду работать 5 дробь 0 линеарка но она у меня необычная линеарка смотрите что я для этого делаю я беру и чуть-чуть подрезаю кончик тогда кисточка худенькая но при этом она тупая она имеет тупой кончик и она тогда краску набирает как dots тогда краску набирает как dots смотрите берете чуть-чуть перемешиваете можно принципе отсюда достать положить там на палитру это мы не будем портить пока теми рашниченко палитры нет ладно сейчас применим что-нибудь смотрите можно работать чистой импастой видите можно чистой импастой работать если чувствуете что где-то она вам густовато то можно взять teclas импаста для стемпинга в принципе подходит но ей не хватает плотность потому что все таки эта краска не для стемпинга будет слишком прозрачно лежать но вот какие-то красивые варианты дизайна когда вот она даже слегка прозрачноватое красиво смотрится особенно на матовом топе вот поэтому можно вот так добавлять teclas в импасту вот иногда становится более жидкая понятно что с импастой классно дружит teclas как запомните себе сделайте сфотографируйте сейчас экран что можно смешивать все и теперь на матовой поверхности я сейчас разбавленная не буду работать я все-таки возьму в чистом виде я прям просто вам показала что можно и помним о том что поверхность у пятен под лаковую кожу она не должна быть выпуклая рисунок должен быть плоский тоже в пределах разумного то что если слишком плоско тогда может местами где-то виднется как следы от кисточки и еще интересно когда моим пасту полимеризуем в лампе вот эта поверхность сейчас она ведь такая неровная она выравнивается но если даже где-то не выровнялась ничего страшного но все равно смотрится красиво как лаковая кожа как кожа крокодила мой я обожаю этот дизайн почему называем фэшн фактуры потому что можно взять фотографию любой сумочки любого аксессуара зрительно это повторить визуально прям с имитировать особенно если клиент прям принес тебе клач какой-нибудь ремень можно что-то похожее с имитировать на ногтях сейчас я еще покажу как бархатный песок использовать симпасты и тоже прикольно получается видите кисточка тупо туповатая я ее специально сделала тупой и мне тогда комфортно очень рисовать можно сейчас кстати взять промежуточно просушить там буквально секунд 10 и и продолжить дальше рисовать чем ближе расстояние будет между пятнами тем интереснее не будет смотреться сейчас можно подсушить сейчас можно еще подсушить так еще раз напомним цвета которые мы используем здесь как подложку можно либо самим намешать что-то похожее чтобы по цветам пасты подходила можно взять вот эти гель-лаки кто купил коллекцию осень зима эгоизм то у вас эти цвета есть конечно эфир сохраню я все эфиры сохраняя не у меня просто не отображаются в ленте вот смотрите сейчас хорошо видно что в основном везде им паста она выровнялась она после полимеризации выравнивается ну если где-то например ну прям вот ну не нравится хочется чтоб ровнее было но возьмите просто потом чистый теклас и пройдитесь кое-где чистым текласом тоже выравниться поверхность зрительно тоже будет хорошо кисточка 5 дробь 0 кс л 5 дробь 0 я ее просто сделала тупой и чуть-чуть подстригла кончик она у меня именно для вот таких вот вещей лежит ею делать тонкие линии уже неудобно потому что она тупая вот на нее видите классно им пасту набирать когда мне нужно делать вот такие камушки овально квадратные пятна кто-то вот пишет сейчас кутковая катинка кладется день смотрите все что я показываю последнего последнее время это в основном все техники которые были сделаны за последние 18 лет просто сами техники они никогда не канут в лету у них просто идет своего рода знаете такой апгрейд они мигрируют из сезона в сезон эти техники где-то пропадают потом раз там через год через два опять появилась эта техника но чуть-чуть с апгрейдом если посмотреть у эми да у нас в портфеле за эти 18 лет накопилось очень много идей которые которыми вот мастера пользуются из сезона в сезон и даже на длиной раз в инстаграм смотрю сколько разных классных дизайнов дело но у них у многих у этих дизайнов основе идут мои технологии потому что 18 лет назад продукта эми не была была только катя мирошниченко вот я была раньше помешана не только на живописных дизайнов я очень люблю технические дизайны которые делаются именно технически когда ты как робот просто повторяешь будет красиво здесь конечно нужно иметь навык тонких линий рисования бесспорно имеет определенную аккуратность в движениях точность например все ногти могут быть розовые один вот такой ноготок как украшение почему бы и нет хотя сейчас тренд когда дизайн на всех десяти пальцах идет вот это классный тренд но все равно к сожалению по времени как правило не удается уложиться в час 15 полтора часа поэтому можно сделать пару ноготочков причем на одной руке а вторая рука что было просто голая просто акцент на цвет смотрите какой роскошный розовый цвет просто краска гелевая вы не сделаете краска гелевая имеет липкость вы ее обезжирить и она у вас будет матовая в принципе может получиться красивый эффект вот но с импластой круче получается ну вообще с любой краской без липкости мы первые на рынке кто сделали краску без липкости гелевую так сушим сушим ровно две минуты и как я и говорила до импаста limited edition импаста они продаются только в наборе девчонки тут всего лишь два грамма баночки очень маленький объем краски наборчик малюсенькие на самом деле этого объема хватит на всю оставшуюся жизнь что краска используется только для дизайна они для покрытия и нет смысла покупать одну баночку ну серьезно там цена получается сейчас я галя сколько импаста стоит набор там из-за того что краски по 2 грамма идут импаста потому что это сырье очень дорогое сама импаста по себе поэтому сейчас перевели ее в 2 грамма потому что сейчас цены за последние шесть лет они выросли уже евро стоит 83 86 рублей а так как у нас большая часть ингредиентов закупаются в европе то соответственно за последнее время себестоимость очень сильно выросла цена на импасту она практически не изменилась да и этот набор он стоит всего лишь 1500 рублей так здесь шесть красок вам этих оттенков хватит реально на всю оставшуюся жизнь расходуется только сильно белый цвет вот белый цвет импасты его можно докупать остальные оттенки можно не докупать ну черный еще но он тоже продается поштучно смотрите берете вот так теклас выкладываете на палитру если где-то хочется выровнять поверхность смотрите только не везде чтобы это не превратилась в долгий дизайн а просто вот где просится ну ну в принципе было этого вообще не делать все сушим 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 и через две минуты у нас получается вот такой готовый фактурный дизайн вот у него нет липкости видите у него нет липкости еще так трогать нравится самое главное следите за толщиной посмотрите если сбоку посмотреть у меня нет толщины краска должна лежать плоско даже если где-то вот здесь следы от кисточки остаются ведь она не совсем после полимеризации выровнялась но ничего страшного но все равно все очень красиво смотрится так этот вариант у нас с вами готов так следующий вариант следующий вариант мне хотелось вот с этими штучками сделать тоже тогда не надо делать на весь ноготь кожу лаковую смотрите как классно будет так давайте сделаем фиолетовый берем оттенок 341 краску можно купить на amyshop.ru либо у наших представителей она уже есть продажи но если вдруг например у наших представителей нету и вы не можете купить пишите просто в директ либо мне либо имя official word у меня сидит там очень много менеджеров они сразу вас ориентируют как все-таки купить так сделали покрытие и чтобы ограничить себя и сидеть сейчас до эту рептилию не рисовать на весь ноготь мы сейчас часть сделаем вот с этим элементом классным смотрите вот так в центре и рептилию нарисуем либо только внутри либо только снаружи я предлагаю нарисовать снаружи и во первых вы ее быстро нарисуйте не на весь ноготь будет делать будет прикольно так очень классные кстати просили вставить в базовый ассортимент и мы их добавили в базовый ассортимент поэтому кто в свое время не успел их купить фотографируйте экран телефона это изогнутые линии номер 147 давайте я держу фотографируйте потом ищите на сайте кстати сайт еще раз пишу эми шоп точка ру если это европа и другой мир то это эмискул точка ком эмискул точка ком просушили также не нужно честно клеить теклос но здесь по-любому нужно будет сейчас наносить на весь ноготок теклос поэтому мы с вами теклос сейчас наносим на весь ноготь нанесли сушим две минуты и мы сейчас сделаем вот этот шармикон с этим я хочу наверное вовнутрь вот такую штучку наклеить тоже для брендового маникюра этот шармикон убойно подходит вот так будет прикольно да что вот это за шармикон тоже он есть базовом ассортименте кто не успел купить dolce vita помните многие когда dolce vita вышла не успели купить тираж очень быстро закончился потому что для брендового маникюра очень быстро разбирают так вот dolce vita у него сейчас номер 164 шармикона он есть в наличии мы его чуть-чуть апгрейдили добавили значков еще дополнительно в европе всегда чуть позже все появляются ничего страшного это нормально поэтому набор красок он будет там шармиконы там тоже есть да возможно вы правы не такой большой ассортимент в европе вот ну потому что в европе другая потребляемость вообще все что касается дизайна не знаю почему как то так кстати очень сложно на типсы клеить вот эту штуку я заметила легче на ноготь клиента приклеить потому что мне приходится одной рукой держать типс а второй рукой клеить видите а надо делать двумя руками короче когда сам себе клеишь и либо клиенту клеишь очень удобно так делали хорошо прижали так посмотрели какую штучку приклеил так приклеим все можно даже ножницы не брать а про таким движением вниз эти две минуты не просушила обычно тороплюсь не досушила чуть-чуть teclas видно нужно teclas две минуты сушить ровно все обязательно пилочкой подпиливайте края и помните я вам говорила можно на teclas сразу наносить матовый топ потому что у многих клиентов в такой последовательности хорошо носится вот если у клиента очень большая нагрузка то возьмите любой топ с липкостью смотрите любой подойдет вот можно ими взять топ с липкостью он просто называется топами лак у меня сейчас подругой топ слайдер да он вообще для слайдеров но он тоже с липкостью тоже подойдет перекрываем тоненько тоненько там буквально нужно создать пленочку чтобы матовый топ на этом глянцевой этой глянцевой поверхности хорошо стоял мы делаем такую воздушную прослойку и стопа с липким слоем я беру топ слайдер на самом деле можно взять любой топ с липкостью смотрите анна и пишет красивая девушка на розовой в розовом фоне блондинка в голубой кофточке это на франк это дистрибьютор из германии смотрите что она пишет не знаю у нас все есть вот так что кто из германии все есть то что то я сейчас показала она говорит что все есть так что девчули просто нужно все вовремя покупать смотрите вот если ты вовремя не успел заявку не оставил дистрибьютору да не побеспокоился на все желательно оформлять предзаказ это просто совет потому что дизайны коллекции красок до гель-лаки все делается всегда ограниченным тиражом никогда не делается понимать это бесконечным каким-то тиражом недозаказывается никогда только базовые позиции для моделирования гель-лаки для моделирования вот они конечно как правило держатся в основном ассортименте вот а многое что для дизайна оно, как правило, все лимитированное. Но нет смысла в большом количестве держать в ассортименте. Это нерентабельно с точки зрения бизнеса. Что касается Италии, почти ничего нет. Возможно, потому что ситуация в Германии чуть сложнее, чем в других странах, потому что они там работают, но все равно у них другая система работы, у них очень много запретов было. Это, наверное, одна из тех стран, которая очень долго была и в карантине, и там постоянно жесткие какие-то меры вводятся. Так, happens. Не знаю, правильно я прочитала или нет. А какая разница у дистрибьютора и через интернет-магазин? Ну, через интернет-магазин вы потратите деньги на доставку. Через дистрибьютора, возможно, либо вообще ничего не потратите, правильно? Там просто смотря с какого региона вы. Потому что если это страна, то, конечно, там внутри страны есть своя доставка, но она все равно будет стоить дешевле, чем вы закажете из производства в Праге напрямую. Ну и вам никто не отпустит из Праги, потому что у нас дистрибуционные договоры на территории Европы, что вы не сможете купить в обход страны, где есть дистрибуция. Так, happens подходит нам? А, нет или нет? Ой, сейчас, простите, простите, девочки, не тут свет взяла. Сейчас смотрю. А, да, вот он цвет. Вот этот цвет берем. City Lover. Вот он подходит для 341-го номера. Ну, либо любой другой фиолетовый гель-лак. Смотрите, у Эмпасты срок годности 3 года. Но, как показывает практика, краски, в отличие от гель-лака, хранятся очень долго. Вот смотрите, гель-лаки, они все равно имеют срок годности. Там 2-3 года, и гель-лак, он начинает потихонечку высыхать в бутыльке. Так, смотрите, наносим матовый топ. А вот краски, вот я заметила, у меня есть краски, которым там уже 100 лет в обед, там по 10 лет. Им ничего, этим краскам перемешал, и работаешь дальше. Если недовольны... Сейчас скриншоты наделаем, сейчас. Про Италию. Хорошо. Вот, делаю скриншоты Италии. Апартико Нейлс. Делала предзаказ дистрибьютору, и все равно не досталось. А что именно, напишите. Интересно просто. Короче, сделала скриншоты. Все, что вы мне по странам написали. Так, все. Ой, смотрите, какой цвет. Я обожаю этот фиолетовый под матовым топом. Я не могу. Смотрите, как красиво. Как же красиво. Все, поехали. Еще раз напоминаю, не рисуем жирно. Видите, несмотря на то, что цвет с перламутром, ну и что, очень прикольно смотрится. Даже в этом что-то есть. Так, сейчас не читаю, потому что делаю мелкую работу, не могу читать, и тогда косячить начинаю. Да, женщина уже немолодая. Зрение так-то я себе подпортила. Но до сих пор, кстати, очки не одела. Слава богу. Чувствуется, конечно, что за столько лет мелкой работы подсадила я себе чуть-чуть зрения. Брала у мамы очки как-то одно время, пыталась работать в очках, а потом забила. Бывает, конечно, когда совсем мелкая работа какая-то, но я ее уже сейчас практически не делаю. Я сейчас стараюсь это делать через экспертов, придумывать эскизы, а чтобы это в жизнь воплощал кто-то другой. Мне, кстати, это очень нравится, когда мои идеи воплощают эксперту, у которого хорошее зрение. Да, я шикарная, я знаю, девочки. Не переживайте, у меня с любовью к себе все хорошо. Это я всегда так шучу. А, нет, знаете, как я ромешки говорю? Ты на комплименты напрашиваешься? Есть такое, да. Я это специально говорю, чтобы вы неприятности в комментариях написали. Что-то это значит, наверное, надо у Веры спросить. Вера самая умная женщина в моем окружении. Если я не знаю ответ на свой вопрос, я иду к ней. Так, давайте сейчас подсушим чуть-чуть. Если у вас нутнеет качество, значит, у вас плохой интернет. Потому что с качеством видео все нормально. Если скалывается импаста, значит, вы ее жирно нанесли, толсто. Нет, френч нельзя рисовать импастой. Ни в коем случае. Он у вас весь облезет. Хотя нет, он не облезет. Но, опять же, знаете, смотря какой френч. Если просто сверху финиша сделать там такую тонкую, ненавязчивую полосочку, нежирно, то, в принципе, она будет хорошо стоять. Я же вот рисую детали импастой, да, вот, лаковую кожу. А если прям такой, знаете, конкретный французский маникюр, особенно если у вас это гель-лак, ногти мягкие, двигаются, да, может просто потрескаться. Сейчас просто смотрите, фон темный, и я рисую темное на темном. Не совсем бедный телефон это считывает. Качество видео нормальное. Просто очень тяжело разницу уловить рисунка и фона. Особенно, когда я двигаю кисточкой и типсом. Сейчас я быстро закончу и покажу вам близко детали. У нас, кстати, вот эта технология, она входит в базовый курс художественная роспись. Вот, поэтому, кто давно мечтал научиться рисовать и поставить себе руку, то welcome на базовый курс художественной росписи. Он, во-первых, самый огромный курс по информации. И там при желании, если не обижаться на кураторов, потому что многие обижаются, почему у меня не принимают урок. Я уже пятый раз перерисовываю там зебру, либо ту же фактуру, а у меня урок не принимают. Не принимают, потому что, когда вы купили курс с куратором, все-таки мы хотим тогда в этом случае результат. Вот, а результат через онлайн затекается чуть-чуть дольше, если вы придете на живой курс. Поэтому нужно просто поработать над собой, над результатом. Поэтому, когда у вас урок не принимает куратор с пятого, с шестого раза, ничего страшного. все нормально, в рамках нормальности. Это значит, человеку не безразлично, он хочет, чтобы у вас был результат. А согласны, что результат достигается только через количество повторений. И неважно, учитесь вы водить машину, печь торт, понимаете, рисовать нужно количество повторений. Так, сейчас хорошо видно. Увидели? Все хорошо. Ой, давайте буковку сделаем блестящую. Берем Т-класс. И сейчас аккуратненько буковку прорисую. Так, я постараюсь на этой неделе еще раз поработать с этим набором, потому что я вижу, что я все дизайны, которые хотела сегодня показать, но я их просто физически не покажу. Поэтому встретимся с вами, наверное, в пятницу, что завтра. Ой, а может завтра мне выйти в прямой эфир? Нет, слишком много. Подряд лучше не делать. Статистика очень низкая. Большая просьба, девочки, к вам. Вот эфир просмотрели, да? Поставьте лайк, комментарий, к этому эфиру. Вам не сложно, а я чувствую, что я поработала не зря. Я даю очень много бесплатного контента, и хочется от вас в обраточку увидеть благодарность в виде комментариев. Поэтому, пожалуйста, я сейчас выложу этот эфир, напишите мне что-нибудь хорошее. Договорились? Это, как, знаете, правило бумеранга, хороших семян. Я вам, а вы мне. О, смотрите, как прикольно получилось. Какой ты сладенький, какой ты хорошенький. Смотрите. Милашки. Милашки. Так, ну я сейчас, давайте попробую все-таки еще быстренько. Еще один. Так. Что я хотела? С акварельными трафаретами. Обожаю. Вы знаете, у нас очень много акварельных трафаретов, и мы их раз в год периодически пополняем. Их тоже круто делать с импастой. Давайте сделаем как раз светлую импасту. Она здесь одна в наборе. Это номер. Ой, не номер. Короче, ино. Ино. Ха-ха. Прочитать не могу. Короче, что-то там бьюти. Под нее беру цвет с блестками. Это блестящий цвет с перламутром. Серебряный. Видите, перламутр. 345. Но так как я его сейчас покрою матовым топом, ничего страшного. Будет не видно. Нет, они блестки будут видны. Будет очень, кстати, красиво. Покрываем. Нет, ничего не надо. Так, делаем покрытие. Видно, что, видите, он с блестками, даже когда ложится, видна такая поверхность, видите, фактурная. Тут очень много красивого белого перламутра в составе. Смотрите, как красиво переливается суши. Так. Я очень часто, кстати, этот вариант показываю. Я его не первый раз. Я всегда говорю, помните, что даже акварельные трафареты можно применять. Не забывайте. Это очень удобно. Очень прикольно. нежно. Такие лопушки получаются, кайфовые. Ногти однотонные и дизайн сильно не бросается в глаза и не раздражает клиентов. И не раздражает клиентов. Это очень удобно. Так. Наносим слой топ-слайдера, чтобы приклеить. А, хотя, знаете, мы не будем топ-слайдер наносить. Мы прямо на дисперсионную пленку гель-лака, так как, ну, тут что тут маленький? Ничего страшного. Так, водичка. Да, 1500 стоит набор импасты. Это новая импаста. Limited Edition. Это значит маленькая партия. Это значит ограниченная партия. Так, у меня пинцет грязный сейчас. Видите, когда акварельный трафарет, можно, в принципе, на дисперсию. Вот так вот. Лишний слой топ-слайдера не наносить. Так. Настя, принеси ультрабонд, пожалуйста. Сейчас мы ультрабондом пройдем. И можно здесь еще буковки добавить какие-нибудь. Да. Так вот я сейчас добавлю. Будет классно. М-паста уже ничем не покрывается. Это краска без липкости. ее используют уже сверху финиша. Я рекомендую использовать сверху матового финиша, поэтому результат такой от глянцевой м-пасты более явный. Так, ультрабонд нанесла. Как раз все складки растворила. это одна из самых старых техник. Работа м-пастой сверху матового покрытия. Это вот то, благодаря чему, наверное, я тоже стала популярна в свое время. Мы эти дизайны называем еще фэшн-фактура. Так, берем Teclas. Почему от ультрабонда поднимается наклейка? Скорее всего, работали наклейкой 5D. Подтвердите мне это. Если вы покрывали наклейку 5D, там идет такая прослойка толстая, белая, то, возможно, может подняться. Что они сделали? В этом случае 5D рекомендуется размачивать в горячей, в очень горячей воде, чтобы слайдер 5D стал таким, знаете, мягким и прям повторил изгиб ногтя. Вот в этом случае будет лучше вести себя слайдер от ультрабонда. И второе очень важное. Вы когда 5D слайдер приклеили, размочили его в горячей воде, потом кладете в лампу снова и досушиваете, и только потом наносите ультрабонд. Нет, нейлдресс от ультрабонда не поднимается, это значит, что-то другое у вас происходит, возможно, разъедает его. Ультрабондом нужно пользоваться очень аккуратно, потому что если вы неаккуратно пользуетесь по 35 раз по одному и тому же месту мажете, то, конечно же, это же бескислотный праймер, он просто начинает разъедать поверхность слайдера, и все, он прям начинает плыть, разъедаться, такой типа а-ля Валентина. помним, так как мы наносили сейчас теклос на весь ноготь, для страховки нанесем теперь тонкий слой топ-слайдера, а потом только матовый топ. Это не обязательно делать, еще раз напомню, это для тех клиентов, кто очень активный образ жизни ведет в плане эксплуатации свободного края ногтей, кто постоянно вот это с ногтями делает. Сушите долго, если скалывается с матового топа эмпаста, значит либо толсто нанесли, либо тонко, одно из двух, она просто начинает стираться, вы должны понимать, что это же краска, да, она лежит, если очень тонко, она просто начинает от механического воздействия также стираться, поэтому должна быть золотая середина. Нет, мы не планируем выпускать альбомы для наклеек, девочки, ну, такие вещи, как только ты ставишь свой логотип и заказываешь партию под себя, цена, себестоимость возлетает в разы просто, там этот альбом будет золотой, вы его покупать у меня не будете. все, и теперь берем импасточку, напоминаю номер, не номер, господи, название, вот так выглядит набор и новые импасты, хорошенькие, сил никаких нет, я бы только из-за коробочек покупала, смотрите, какая хорошая коробочка, Катерина, скажите, coming soon будут набором продаваться или их можно будет купить по отдельности, что такое coming soon это скоро в продаже, вы, наверное, имеете ввиду новогодние гель-лаки, вот я сегодня уже начала рекламировать coming soon, это ожидается, coming soon по-английски это скоро, это значит скоро, это вот новая палитра гель-лаков для новогодней для маникюра, они роскошные, но я уже не успею, хотела вам сегодня их в эфире показать, хотя бы капельки поставить, если сейчас успею, да, казино многим не досталось, согласна, заказывали изначально на очень маленькую партию, просто наколировали небольшое количество, не стали колировать много, ну, как-то, не знаю, посчитали, что этого объема будет достаточно, вот, а его оказалось очень мало, так, все, берем этот цвет импасты, про казино, да, казино быстро закончилось, девочки, не стали мы дозаказывать, я уже поняла, как только дозаказываешь, блин, оно ложится на склад, еще раз напомню, толщина небольшая, здесь толщина не нужна, понимаете, оно и так красиво будет смотреться, будет эффект выпуклости, за счет того, что краска глянцевая, а поверхность такая очень сильно матовая, понятно, что как любой дизайн объемный, это в первую очередь капризный дизайн, вы должны понимать, что если клиентка трет посуду этими ногтями, пемолюксом и железной щеткой, распаковывает коробки, не знаю, на складе кладовщиком, работает, либо в магазине продавщица, которая принимает товар или товароведов в Ашане, понимаете, у всех по-разному будут объемные дизайны носиться, это все-таки объемный дизайн, он как бы фактурный, и конечно, когда фактура даже минимальная, она зацепляется за что-то, то конечно, она со временем приходит в негодность, клиенты все разные, вы должны понимать, дизайны тоже разные, этот дизайн очень классный, прям, о, давайте мы сейчас бархатный песок здесь добавим, я же вам забыла бархатный песок показать, короче, на импасту круто добавлять бархатный песок, это так прикольно смотрится, такие пушистики получаются, сейчас я вам расскажу про бархатный песок, тоже очень старая технология, бархатный песок, кто не в курсе, он до сих пор у нас есть в линейке, мы его не убираем, потому что у нас его хоть по чуть-чуть, но покупают в школы до сих пор, потому что он, как правило, нужен для каких-то только техник-дизайна, и вот, так как сейчас вышел новый набор импасты, можно будет в следующий раз вам показать вязанный маникюр, значит, что такое бархатный песок техника, бархатный песок техника, это когда вот такие прозрачные гранулы, которые напоминают песочек, вельветсент, обязательно посмотрите на сайте, вам вот этого объема, можно даже на двоих купить, хватит тоже на всю оставшуюся жизнь, такой, знаете, материал, который ты покупаешь один раз, и все, на импасту можно сыпать песок, хотя мы технологически даем сыпать на краску гелевую, потому что краска, она более жидкая, импаста более густая, но в принципе на импасте тоже хорошо получается, если вы по 35 раз вот так на одно место засыпаете эти гранулы, это, знаете, такие абсолютно прозрачные гранулы, видите, они прям прозрачные, он впитывается в краску, впитывается, потому что на самом деле бархатного песка как такового не должно у вас остаться потом, ваша задача потом взять щеточку и ободрать все эти гранулы прозрачные с поверхности краски либо импасты, вот сейчас я насыпала на импасту, можно также на краску гелевую сыпать, и вот когда вы весь песок ободрали с поверхности, обязательно обдирайте обратно в коробочку, поэтому такой, знаете, короче, безрасходный процесс, песок вообще не расходуется, видите, он такой абсолютно прозрачные гранулы, видно? Эти песчинки, когда прилипают к мокрой краске либо импасте, они оставляют вот такой рисунок дырявчатый, и вот этот дырявчатый рисунок на импасте и на краске создает ощущение таких теплых, вязаных вещей, таких шершавых ногтей, песка, как такового, не должно здесь остаться, но даже если эти песчинки остаются, они буквально через сутки, через двое до конца осыпаются и остается такая дырявчатая поверхность, очень прикольная. Вот, единственный момент, вы должны понимать, клиенту, если мы делаем такой дизайн, клиент должен быть очень аккуратным, правильно? И первое, о чем мы его предупреждаем, первое, потому что все это забывают делать, что можно взять любую жидкость, ну, может быть, знаете, ремовер не нужно брать жидкость для снятия, а можно брать тоник для лица элементарно, потому что она же вот утром начнет тональный крем на лицо наносить, и что произойдет? Конечно, оно все испачкается. Берем тоник для лица, мицеллярную водичку, и клиент протирает, у него опять они шершавенькие чистые ноготочки. Понятно, что пачкается, это как любая матовая поверхность, она всегда будет пачкаться. Это как одеть пиджак черный из шерсти, понятно, его нужно постоянно валиком чистить, не будете чистить, будете вся как кошелька ходить. Все, вот она щеточка эта, обдираем, прям хорошо потрите обратно в коробочку, у нас остается эмпаста, смотрите, здесь песка уже как такового практически нет, смотрите, вам кажется, что он здесь есть, на самом деле его здесь практически не осталось, но поверхность украски превращается в такую дырявчатую штучку, это офигенские по восприятию дизайны получается, их как правило делают осенью и зимой, вот, у нас есть слайдеры для вязаного маникюра, офигенские ногти получаются вязаные, вот, обязательно воспользуйтесь, так, сейчас я переключу на себя, ой, я без фильтра, смотрите, ничего так, так, понятно, насчет бархатного песка, всегда рассказываю историю своей подружки, она мне как-то лет 7 или 8 назад у своего мастера в своем городе сделала вязанный маникюр с бархатным песком, и я как-то через дни увидела ее спустя 3 недели, получается, маникюр был не свежий, ему было 3 недели, там бархатный песок насыпали на белый цвет, я так остой говорю, Женя, что у тебя на руках, это же грязь какая-то сплошная, а мы выпивали, и в этот момент на столе стоял виски, ничего другого не было под рукой, потому что мы были в ресторане, я взяла из сумки достала влажные салфетки, обмакнула эту влажную салфетку в виски, и начала ей просто протирать, она такая смотрит, говорит, почему мне мастер об этом не сказал, а я еще думала, какой кошмар, нафига она мне это сделала, понимаете, мастер не предупредил о том, что это же поверхность шершавая, понятно, что она на себя будет все цеплять, а это же даже не свитер, понимаете, это руки, которыми вы лезете везде, ежесекундно, 24 часа в сутки, ну кроме того, как вы пока спите, понятно, что нужно клиента предупрежать, что мицеллярная вода, тоник для лица, вот она макияж сделала, первое, ну тут же накрасилась, и возьми просто протрите тут же этим диском ватным ноготочки, они опять чистенькие, с матовым топом тоже самое, смотрите, матовый топ просто нужно периодически мицеллярной водой протирать, и все, это как замшевая обувь, понимаете, невозможно замшевую обувь не очищать периодически, она же, во-первых, ее надо уметь носить, понимаете, замшевую обувь, вот есть люди, которым вообще не дано носить замшевую обувь, они ее просто загаживают через неделю, и неважно, это туфли замшевые Дольче Габбана за 90 тысяч, либо Зара за 3 тысячи, понимаете, короче, да, кстати, у нас еще вышла коллекция лаков, наконец-то, мы начали сейчас, кстати, линейку лаков пополнять, вот сейчас вышла такая нюдовая, нежная коллекция лаков, новогодняя, скоро, кстати, коллекция лаков выйдет, она вообще такая офигенская, кто любит лаки, девочки, вот новогодняя коллекция, она просто какая-то, ну, я лаком сама не покрываю, но я когда вижу эти цвета, они просто необыкновенные, для любителей лаков коллекция будет просто шикарная, и вот сейчас у меня в сторисе видосик есть с новыми гель-лаками из новогодней коллекции, тоже кайфыши, тоже кайфыши, все, всем пока, сохраняя прямой эфир, а вы тут же заходите, пишите мне комментарии, ставьте сердечки, комментируйте, девчонки, я же вам даю, и вы мне в обраточку тоже что-нибудь давайте, хорошо, всем пока-пока, ой, как пока-пока, мне же для эфира, смотрите, я прошаренный блогер, мне, чтобы не сохранять сейчас эфир, я сейчас последний такой кадр сниму, мне нужен синий кадр, здесь я здесь ткань уже приготовила, так, синий кадр, здесь мне нужно вот так три типсика положить, это будет у меня обложка, как раз, это будет моя обложка, так, обложечка, можно пару баночек, видите, чтобы не сохранять эфир, чтобы сразу он вам был доступен, тибиш, красиво, красиво, личка моя, так, вроде хорошо, да, по композиции будет, сейчас мы чуть-чуть подальше сделаем, так,